Дина Рубина. Школа света. Читает для вас Артем Назаров. Во влажной тьме аэродрома поливальная машина металлическим прутом воды сбивала наледь с крыла самолета. Мартовской ночью вылетали в Амстердам, любимый нами город. Когда-то, лет десять назад, мы впервые оказались за границей, в Амстердаме. Вышли из здания вокзала и увидели ряд старых домов над каналом. Строй забулдык, отбывающих пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Особо старые дома кренились набок, приваливаясь плечом к соседу, и, как похмельные, норовили выпасть из строя мордой об мостовую. Словом, мы влюбились навсегда в эти огромные окна, жадно ловящие скудный северный свет, в тревожную дрожь отражений в водах каналов, выплывающие из окуляров, удвоенных в воде мостов кораблики и лодки. Мы влюбились в свою первую заграничную свободу, в свое безденежное безумие дорогих кофейн на улице Дамрак, и с тех пор хранили верность нашему странстве номер один, заруливая по пути или семь верстли киселя хлебать в этот город при первой же возможности. На сей раз возможность подвалила вполне рабочая. Ляйденский университет пригласил меня выступать перед студентами факультета словистики. Как тут не упасть хотя бы кратко и на день-другой в объятия любимого города? И вот, знакомые утки утюжками разглаживают зеленую кисельную воду канала, велосипедисты подкрадываются незаметно, как хищники из породы кошачьих. Степень неожиданности их появления такова, что, кажется, они слетают откуда-то сверху, выпархивают из-под твоей подмышки и мчат вперед, не оглядываясь со стрекозьим стрекотом спиц. Пугаешься. Иногда вслед хочется запустить лаконичным и емким словом. А ведь напрасно. Именно с переосмысления этого слова следует начинать общение с голландцами. «Хуи, Морген!» — приветствует меня утром хозяин нашей маленькой гостиницы. Я вежливо отвечаю «Морген, хуй!» Степень моей музыкальности и умение внедряться в новую среду, приобретая окраску местной фауны и флоры таковы, что я немедленно начинаю отлично говорить на языке той страны, где оказываюсь. То есть я, конечно, не имею в виду действительное знание языков, в этом я абсолютно и даже торжествующе бездарно. Я имею в виду интонационный рисунок, артикуляцию, чередование пауз, ритмические волны вдоха-выдоха, присущие речь коренного населения. При этом вставляю во фразу любые слова, которые придут даже не в голову, не знаю, как назвать то место, куда они приходят. Оно помещается где-то между кончиком языка и уздечкой. И меня понимают. Я утверждаю, что способна вести беседу на любом языке, но для этого мне необходимо оказаться в той местности, которая данный язык породила. Возьмем нынешний приезд в Голландию. Мы гуляем по набережной вдоль канала и решаем, что неплохо бы перекусить, скажем, какой-нибудь рыбой. Заходим в ближайшее кафе и, родственно улыбаясь официанту, я произношу что-нибудь вроде «Do you grahten in menu ue fishen blüden»? Распевно-гортанно, с удовольствием. Тут главное улыбаться и совершать полузаметные жесты, как бы рисующие в воздухе рыбку. Официант слышит во фразе международное слово «фиш», ухо его цепляет знакомые слоги, жесты накладываются на звуки голоса, мгновение, и смысл всей фразы вспыхивает в его мозгу безотносительно к смыслу каждого слова. Мам говорит, что в детстве я часами могла щебетать на какой-то тарабарщине, уверяясь, что это итальянский или испанский. Если я читала «Трех мушкетеров», то с утра до вечера отвечала на любой вопрос домашних по-французски. «Полные ахинеи», — говорит мама. «Птичий посвист, имена улиц и площадей вперемешку с именами и титулами главных героев». Но поразительно похоже по звучанию. Посторонние пугались этого внезапного полиглотства. Помню, первое утро в Иерусалиме, яркое солнце, вишневая накипь бугенвилей на желтой крупнозернистой кладке стены во внутреннем дворике квартиры брата, куда накануне ночью в проливной дождь доставила нас из аэропорта маршрутное такси. Итак, утро. Я одна в доме, ошалевшая и ослепленная после ноябрьской слякоти Москвы избыточной благодатью Средиземноморья, синевой, желтизной, буйной окраской невиданных кустов прямо в доме. Звонок в дверь. Меня забыли предупредить о вызванном накануне электрике. Он стоит в дверях и пытается что-то объяснить мне. Я улыбаюсь. Он повторяет еще раз, показывает на плоский чемоданчик с инструментами в руках. Наконец, я вспоминаю единственную фразу, выуженную моей безалаберной памятью из трех уроков иврита, на которые мне удалось попасть в Москве. Я не говорю на иврите, произношу я по-прежнему приятельски ему, улыбаясь. Он молча смотрит на меня несколько мгновений и, наконец, мрачно произносит. Ты, да, говоришь на иврите, сукина дочь. В первое же утро приятное знакомство. Голландская мышь в кофейне на улице Дамрак в центре Амстердама. Мы сидели недалеко от входной двери. Вдруг в углу под деревянными панелями увидали ее, любопытную, спокойную и доверчивую. Она просеменила к нам под стол, уперлась розовыми ручками о задник бориного ботинка, поднялась на лапки и долго обстоятельно обнюхивала кожу с видом дегустатора, от которого ждут произнесения сорта винограда и годы выпуска драгоценного напитка. Борис сидел, не шелохнувшись. Наконец, она опустилась и покатилась под столиками, деловито с нуями, аж ботинками, сапогами, кроссовками. Не соблазнилась, сказал Борис, чуть ли не с сожалением. А я тебе говорила, не покупай дешевку. Огромные окна парадных комнат. Они называются Доурзон Каммерс. Комнаты, пронизанные солнцем. Голландцы не занавешивают, нам нечего скрывать. Наши приятели, супружеская пара из России, снимавшая в Ляйдене квартиру, рассказывали, как однажды, уйдя на работу, забыли раздвинуть занавески на окне. Удивленная и шокированная этим обстоятельством соседка позвонила хозяйке дома, таринулась разыскивать своих жильцов на работе, я разыскав, долго распекала по телефону, как, мол, посмели не раздернуть шторы. Что люди могли подумать? Что там в квартире происходит? Да что могло там происходить? Обескураженно отбивался наш приятель. Притон у нас, что ли? Станок, печатающий фальшивые деньги? Укрывательство трупа? Порядочным людям скрывать нечего, оборвала его хозяйка. И, отпросившись с работы, виновник помчался домой отдергивать занавески. Сначала, проходя по тротуару впритык к высоким окнам, загладывающим просторный кусок набережной канала, я по своему писательскому любопытству воровато косила глазом внутрь комнат, пока не поняла, что эти хладнокровные голландцы не только не против того, чтобы их разглядывали в те минуты, когда они читают в кресле, смотрят телевизор, говорят по телефону или даже валяются на диване с кошкой или собакой, но и сами тебя с удовольствием разглядывают, мол, ну-ка, ну-ка, посмотрим, правильно ли ты идешь. Я со своей страстью к театру жизни и без того всегда глазею в окна, а тут еще уютный и нарядный быт так привлекательно распахнут перед вами. В этом есть все же некоторое желание покрасоваться. Нация, посвятившая века обустраиванию своего очага, крепкого, прочного дома, очеловечиванию холодного, неприветливого пространства, по праву гордится своими руками и хозяйской сметкой, своим умением достойно жить. Однако, не слишком-то удобна эта ежеминутная демонстрация своей чистой совести, ты не находишь? Заметила я после очередной уютной комнаты с рядом высоких китайских вас, где на диване валялся молодой человек, одной рукой листая журнал, другой задумчиво исследуя лабиринты собственного носа. Есть ведь ситуации, когда хочется спокойненько наорать на кого-то из домашних, дать по уху собаке или сыну, не говоря уже о внезапном порыве любви, когда дети отвалят наконец из дому. Вопрос не в приличиях, отозвался Борис. Это температура тела такая, они не могут, как мы, совершать резких движений. В этот приезд мы, наконец, решили заглянуть в музей, на который раньше времени не оставалось. Входишь в фойе еврейского музея Амстердама и как-то теряешься. Ты попал в странный лес лиц. Небольшие 30 на 30 на высоких металлических подставках портреты выдающихся евреев всех времен и народов, расставленные в алфавитном порядке по грубкам. Не бог весть, как намалеванные маслом на холсте, но вполне узнаваемые. Вот кому-то халтурка обломилась, заметил мой художник. На каждую букву алфавита теснился небольшой, но плотный отряд великих евреев. Неизвестно, по какому принципу отбирались кандидаты. Ицхак Рабин стоял на подставке, потупив глаза. Шимон Перес бодро смотрел вдаль. Ариэля Шарона, однако, в пантеон не пустили. Да что там Шарона? Спиноза не было. Моего личного великого предка все еще держали его отлученного за оградой синагоги высокомерные евреи. Зато белозубо скалилось Симона Синьоре, Элвис Пресли запрокинул голову с роскошной молодой шевелюрой, Альберт Эйнштейн был срисован с чинной канонической фотографии, не с той, с которой он дразнит вселенную высунутым языком относительности. Но доконал меня портрет одного парня на букву Джей. Внешность мне издалека показалась страшно знакомая, хиповатая такая, неопрятная с гривой спутанных волос. Я надела очки, подошла ближе, Джисус. И для тех, вероятно, кому это имя ни о чем не говорит, пояснение буквами помельче сыграл значительную роль в становлении христианства. Мы еще погуляли немного запутанными тропинками этого дремучего в каком-то смысле леса, ни Моисея, ни пророка Ильи, ни родоначальника евреев про отца Авраама не отыскалось среди избранного шоу народа. Может, не нашли сносных фотографий, примирительно заметил Борис. Еще до приезда мы намеревались, отчитав лекцию перед словистами, через Гаагу проследовать в Брюге и там бросить якорь дня на три. Когда-то проездом мы провели несколько часов в этом игрушечном рае, были совершенно очарованы миниатюрными площадями, кукольными домиками Кая и Герды, косматами-битюгами, впряженными в опередочные экипажи, и сейчас жаждали отрешиться от всего в сказочной благодати. «Отрешиться?» уточнила наша приятельница Лера, та, что, собственно, организовывала мою лекцию. «Да на черта вам в тот же день гнать из Гааги в Брюге, что за срочность? Путь не такой уж близкий. И в Гааги не догуляете, и устанете, и в Брюге приедете только к ночи. Заночуйте в Дельфте, это по дороге. Я знаю одну гостиницу шестнадцатого века с кондитерской на первом этаже, совершенно волшебную, говорят, в ней Вермеер писал свою знаменитую девушку, читающую письмо у окна. Может, даже это здание и было его домом, они ведь с женой содержали постоялый двор. Там комнаты так и называются. Питер де Хоох, Карл Фабрициус, Ян Вермеер. Я закажу вам номер, ладно? Отрешитесь на все сто, а поутру и тронете в Брюге по холодку. По холодку. Это верно было замечено. Несмотря на солнечные дни, мартовский холодный ветер нагло обшаривал куртки, трепал заледеневшие уши, вышибал из носа слезу. Я представила себе теплый голландский дом к вечеру, камин, а лучше печку-голландку со старинными изразцами, уютную кондитерскую на нижнем этаже. И мы согласились. И наутро двинули в Гаагу. Зеленый приветливый город, более мягкий, более устойчивый, более округлый, чем Амстердам. Собственно, нашей единственной целью на этот раз был Маурицхейс, королевский дворец с его картинной галереей. «Кстати, о Дельфте», говорил Борис, поднимаясь по лестнице на второй этаж королевского дворца. «Где-то здесь должен висеть вермееровский вид Дельфта?» В небольшом зале с полуопущенными шторами на высоких прямоугольных окнах плавал зеленовато-оливковый свет. Он обволакивал глаз, насыщал его, сливался со струящимися от картин золотисто-коричневыми тонами. Великолепные полотна голландских мастеров окружали нас. Герард Эрборг, Герард Хаугест, Якоб ван Рейнсдаль, натюрморты, пейзажи, интерьеры соборов и церквей. «Подожди», сказал Борис, придерживая мои плечи. «Стой так, не оборачивайся. Обрати внимание, все напоено этой излюбленной кирпично-оливковой гаммой малых голландцев. Видишь, вся живопись, весь цветовой арсенал художника зажат между двумя полюсами, заданными определенной гаммой. Немного пурпура, немного густой зелени, но в основном это устрично приглушенное спокойствие тона устойчивой бюргерской жизнь цвета. А теперь смотри. И он силой развернул меня за плечи в ту сторону, куда распахивались двери в инфиладу нескольких залов, и со стены последнего шло безудержное сияние. Я даже не сразу поняла, что это и есть картина. Мне почудилось это вид в окне. В синем просторе тяжело шевелились облака, над шпилями церквей, над багряной черепицей крыш, над башнями, лодками, мостами, над колыханием бликов в воде, над желтой песчаной косой на переднем плане. Что это? спросила я ошеломленно, как будто вдруг очистилось зрение, будто содрали темные шторы с окна или сняли катаракту, взрывало мир тенями, и мы взглянули вокруг ясным, полноцветным, беззатемненной оптики взглядом. Картина была навечно установившимся бытием. Какое все другое? Да, сказал он торжествующим тоном, будто сам только что отложил кисть и отошел от Мольберта, чтобы взглянуть на холст с нужного расстояния. Это Вермеер. Мы медленно пошли туда, где продолжалась, длилась на полотне жизнь более реальная, более наполненная просторным дыханием вечности, чем пейзаж сегодняшней Гааги за окнами дворца. И пока шли, Борис говорил о том, как четко художник разрабатывает фактуру, рыхло написанные облака, вода, дома, а точно найденном соотношении затемненных и освещенных частей, а пуантелистической, задолго до пуантелистов, техники, которая создает некоторую вибрацию атмосферы и отражений в воде. Все взвешено, рассчитано, найдены заполнения пустот, бормотал он почти влюбленно, то, приближая лицо к самому холсту, так что в явной тревоге привставала со стула старушка в дверях зала, то, отпрянув назад, словно собирался бежать отсюда без оглядки. Видишь, суть его искусства в математически точных соотношениях тональных масс, цветов, светотеней. Собственно, всю эту материальность, вещественность мира мы видим и у других голландцев. Но тайна мастерства Вермеера в том, что, несмотря на точную фотографическую передачу действительности, он заставляет нас не просто смотреть на это, а переживать состояние медитации. Поэтому его живопись ошеломляет. Я не вслушивалась. Я вообще быстро устаю от наукообразности. Просто стояла и смотрела на освещенную солнцем колокольню Ньивы Керк и на слепительный ряд черепичных крыш, за ней, над которыми сейчас, сию минуту, всегда громоздились пузатые самодовольные бюргерские облака. Слушай, а почему, собственно, его живопись настолько отличается от других голландцев? Откуда он взялся такой неожиданный? Спросила я. Мы уже сидели над озером за королевским дворцом. Солнечная пелена пара поднималась от поверхности воды. Две уточки-чонки черные с белыми кепками сигали туда-сюда. Одна все купалась, прихорашивалась. Другая? А может другой? Без устали трудился, глубоко нырял потешно выставив зад, выныривал с какой-нибудь тряпкой, щепочкой, ветошью, оттаскивал это в клюве куда-то к своему тайнику и вновь выплывал на охоту. Он ведь, кажется, и родился в Дельфте и прожил там жизнь? Родился, прожил жизнь, торговал картинами, наверное, и шелком торговал, как отец, вполне был трезвым человеком, коммерсантом, очень мало картин написал, десятка, три, четыре. Но в Дельфте его почитали, выбирали в правление гильдии Святого Луки. Просто в середине семнадцатого века в Дельфте появился Фабрициус, вероятно, искал заказов при дворе принца Аранского, он ведь и настенной живописью занимался. Разве Фабрициус в те годы не был учеником Рембрандта? Был одним из лучших и отлично ему подражал и вдруг взбунтовался, причем так, что уехал из Амстердама и до самой смерти с учителем не общался. А в чем была причина ссоры? Дело не в ссоре. Он восстал против палитры Рембрандта, против темной, охристой, тяжелой палитры, против глубокой рембрандтовской тени, приехал в Дельфт и создал свою школу, которую можно бы назвать школой света. Так вот, считается, что Вермеер был учеником Фабрициуса, возможно, потому, что и тот, и другой проявляли интерес к оптическим эффектам и перспективе. Кстати, тот же вид Дельфта выстроен Вермеером как фриз. Ты обратил внимание? Он сдвинул здания, мосты, башни, лодки в один ряд. Вероятно, пользовался камерой обскурой. Словом, и Фабрициус, и Вермеер работали с широкоугольными линзами и выпуклыми зеркалами. У Фабрициуса есть свой вид Дельфта с лавкой музыкальных инструментов. Там он намеренно создает эффект оптического искажения для большей выразительности. В 17-м-то веке, представляешь? Впечатление странное, смещенное, фантастическое, как будто эта церковь, Ниви Керк, ему привиделась. Сидит себе такой господин в широкополой шляпе, мало похожий на лавочника, тут же и лютни, и виолончель, и такое странное у господина лицо, словно он размышляет. А не послать ли всю эту жизнь к такой-то матери, да не повесится ли мне, не отходя от лавки? А вдали, за переплетением каналов, смещенная, будто сплюснутая Ниви Керк со своей иллюзорной колокольней, и шпиль гаснет в облаке такого жемчужного сияния. И он прожил в Дельфте до конца жизни? До конца-то было рукой подать. Борис усмехнулся. Он погиб буквально через несколько лет при взрыве порохового склада. Половина Дельфта взлетела на воздух. О, Господи, представляю этот салют, пробормотала я. Вершина пути, ослепительная вспышка, последний экзамен в школе света. Белый лоскут одинокой чайки пронесся над озером, плеснул в воздухе и скрылся за башенками на высоченном скате черепичной крыши Маурицхерса. В Дельфте очутились под вечер. От вокзала к городу шли пешком, ориентируясь на уже знакомую по вермееру колокольню Нивы Керк, напротив которой, судя по рисованному Лерой плану, и стояла та гостиница, где для нас заказан был номер. Весь Дельфт оказался простеган каналами и как корзинка переплетен горбатыми мостками, на которые легко взлетали вездесущие велосипедисты. Город – эскиз Амстердама. Но уже каналы и набережные, ниже дома и фонари, однако чувствовалась в нем та провинциальная безмятежность, отдохновение странника, который напрочь отсутствует в оживленной пестроте амстердамских улиц. Солнце еще лежало на треугольных ступеньками фронтонных домов, на темно-красной черепице крыш. Мы миновали два подъемных моста, один разводной, постояли, дожидаясь, пока грузовая баржа протащится по каналу, и едва дирижерские палочки шлагбаума стали медленно подниматься, под них нетерпеливо поднырнул мальчик на велосипеде. Второй мост отводной, действовал как бы на кронштейне, целиком отворачивался на одной ноге, вытянулся вдоль берега, пропуская судно. Когда, подрагивая, он вернулся на место, велосипедисты первыми стремительно бросились вперед. Наша гостиница, трехэтажное старинное здание, фасадом обращенное к Ниве Керк, была похожа на все голландские дома, большие окна, высокие скаты черепичной крыши и герань, герань, герань повсюду. В крошечном фойе, отделенном высоким барьером от зала кондитерской, где на широком подоконнике спала в кустах красной герани рыжая кошка, за старомодной почтенной конторкой стоял высокий мужчина лет шестидесяти. Курчавые седые волосы, горбоносое смуглое лицо, вероятно портье. А нам велено было искать хозяина господина Сэмюэля Ван Лоу. На мой вопрос он ответил «Это я». «Нам здесь заказан номер», сказала я, не подав виду, что удивилась этакому контрасту средиземноморского типа внешности и голландского имени хозяина. «Смотри», Борис кивнул куда-то в сторону маленького зала кондитерской, где сидели две пожилые дамы, пили кофе с рогаликами. Я недоуменно взглянула на мужа. Что примечательного увидел он в милых голландских старушках? На стене. Какое совпадение. Я перевела взгляд. «Да, совпадение забавное. Над столиком висела копия той самой картины Вермеера «Вид Дельфта», перед которой мы простояли сегодня битый час в Маурицхейсе. Пока я заполняла бланк анкеты и получала ключи, Борис, невежливо нависнув над божьими одуванчиками, изучал копию картины. Я кликнула его, и, взвалив на себя сумки, мы потащили их, о крутизна винтовых лестниц скважин в голландских домах 17 века, на дубовой двери нашей комнаты была привинчена табличка «Карл Фабрициус». «Очень мило». «Все по теме», сказал Боря, вставляя массивный ключ в замок. Я подумала, слишком уж по теме. Мой писательский нос с утра уже чуял то, на что словно охотничий пес был натаскан годами, еле слышимый аромат витавшего в воздухе сюжета. Дверь открылась, и мы остановились на пороге. Люблю этот первый взгляд на новое мимолетное пристанище. Первый шаг в гостеванное пространство, которое хочется сразу обжить, хоть на сутки, хоть на ночь заполнить собой, превратить в свое убежище. В этой небольшой комнате было все, что так нравится мне в европейской старине. Почерневшие рассохшиеся балки потолка, криво подпирающие скошенный потолок, неровные беленые стены, большое окно, из которого выглянешь, привычное на пластовании черепицы, вымытый булыжник внутреннего дворика, старый фонарь и волны герани, белой и розовой. Борис свалил сумки на пол и рухнул на постель. А копия эта странная, сказал он, там, на стене. Я с ожидаемым, надо сказать, удовольствием обнаружил электрический чайник на столе и в корзинке пакетики с чаем и кофе, две булочки, запаянные в целлофан, сахар, круглые плошки с джемом. Место было приличным, ничего не скажешь. Я налила в чайник воды и включила его. Чем это странно? Понимаешь, с одной стороны очень недурное исполнение, с другой стороны весьма приблизительные цвета, как будто художник писал не с картины, а с какой-то случайной репродукцией. К тому же она потемнела от времени, надо бы тому парню застойкой сказать, чтоб протер холст луковым соком. Вот и скажи, мстительно заметила я. Не владея ни одним языком, мой муж, как все мои близкие, был уверен, что я могу, если захочу, поговорить с любым иностранцем на любую тему. После вечерней прогулки по городу ужинали в одном из ресторанов на Маркт, большой, веками обжитой площади, уютно обставленной старинными комодами домами. В головах площади плыла, словно флотилию вела Ньиви Керк, усыпальница королевской фамилии. На высоком круглом постаменте перед ней огромный, сутулый и несуразный в плаще до пят выселся над площадью кто-то из первых здешних печатников, какой-то Гугу, выставив вперед острую бронзовую бородку, держа в руках огромный фолиант. Под фонарем блестела бронзовая пряжка на туфле танцевального фасона. Ресторан, куда мы зашли поужинать, помещался в полуподвале одного из домов. За густыми переплетами окна, буквально на уровне нашего стола, у моего локтя плескалась вода узкого канала, в котором в свете фонарей утомленно плавали сонные утки. Столы были накрыты коврами, как на картинах Вермеера, и тоже продолжались за окном, смутно волнуясь ворсистым ложем в колеблющейся воде. — А знаешь, вдруг сказала я, неохота уезжать отсюда. На столе перед нами в плошке горела желтая свеча, она тоже отражалась в окне, в плотной воде канала, дрожащим теплым огоньком. Вся улочка с запертыми на ночь магазинами, кондитерскими, аптекой казалась от этого обжитой и уютной. — А как же брюги? — Ну давай раз в жизни поменяем планы. — Да ты уже завтра заскучаешь. Мы за три часа обошли весь городок. Здесь ни музея, ни... Он посмотрел на меня, пожал плечами. — Как хочешь. Вернувшись после ужина на площадь, мы наткнулись там на крытые брезентом фуры с включенными огнями. В свете фонарей и фар молодые люди сгружали на землю длинные алюминиевые штанги. — Что-то завтра здесь будет, предположила я. Надо бы в отеле спросить. Перед сном мы еще заложили крюк подальше. Тихие пустынные набережные, скудное освещение, бедные перила мостов, ряд вытянутых шахматных пешек, над тяжело мерцающих водой каналов. На противоположной стороне улицы мы обратили внимание на спрятанное в маленьком дворе здание совсем не голландской, а скорее греческой архитектуры с треугольным портиком и голубыми в свете луны колоннами. Мне вдруг почудились на фронтоне знакомые буквы. Смотри, Иврит. Откуда здесь Иврит? Какая-нибудь греческая церковь. Мы перешли по мосту на противоположный берег канала, и Борис взбежал по ступеням здания к запертым массивным дверям. — Ты судя по архитектуре конец восемнадцатого начала девятнадцатого. А почему бы и нет? Вероятно, до войны здесь была приличная община, как везде в Европе. За конторкой в гостинице стояла и писала что-то высокая старуха с суровым лицом, как бы собранным из нескольких стертых плоскостей. Вот уж в ее голландском происхождении сомнений не возникало. Я поздоровалась, назвала номер комнаты, она молча сняла с гвоздика ключ и передала мне «Госпожа, мы хотеть...» Несколько радостных гримас и обнимающий пригласительное движение рук «Циммер Грахтен Хотел Три Дейс Это да?» Знакомый отрыбь на лице и столь же знакомый как бы щелчок включения смысла «Это да». «Скажи ей про картину», подсказывает Борис рядом, «Чтоб протерла луковым соком». «Отстань», нагрызаюсь я «Ну почему? Ну что тебе стоит?» «Потому что я не знаю как по-голландски будет луковый сок». Утром проснулись от богатейшего перезвона колоколов на колокольне Ньивы Керк. Высокие звуки будто окунались в вязкую воздушную среду и гасли там как спички гаснут в блюдце с песком. Низкие тянулись, ползли, утробно выдыхали в небо гуды, как аллегорические щекастые ветра на картинах старых мастеров выдувают бронзбойтовые струи воздуха. Во внутреннем дворике, куда выходило наше окно, стоял холодный пар утреннего тумана. «Послушай, что играют», спросони пробормотал мой муж. Я прислушалась. «Вот это да! Колокола вызванивали «О Блади, облада» песенку нашей юности, исполняемую когда-то бетлами. Это в усыпальнице королевской фамилии, а? Между прочим, принцев аранских, он потянулся. Хороший город. «У вас сегодня так весело», сказал я хозяину на своем, разумеется, птичьем наречии. Он сам подавал завтрак. Плетеная корзинка с круассанами и булками с маком, масло, джем, полный кофейник горячего кофе, высокий голубой сенья, отозвался он по-английски. Его внешность по-прежнему интриговала меня. Нездешние южные черты лица и голландская сдержанность в мимике. Сегодня на Маркт воскресный рынок, добавил он. Над Дельфтом курился туман, легкий, воздушный, какой-то зефирный, шпиль нивы керк таял, таял, петушок поблескивал в молоке облачков. Воскресный рынок на Маркт складывался в самостоятельный городок. По бериметру площади и вдоль домов расставлялись рядами столы, крытые поверху полосатыми и темно-зелеными навесами. Из открытых с позаранку кафе и ресторанов официанты выносили, позевывая на улицу столы и стулья. С колокольни безудержно катились звоны. Концерт все длился. Баха сменял буксты худы. За ними, не смущаясь, запряженная тройкой малых колоколов выплывала какая-нибудь известная танго и совершенно шикарный танцевальный круг над черепицей сизой от нежной туманной мороси. Часа через полтора туман рассеялся, рынок загалдел, зашумел, мягкое солнце затопило старинную площадь. Ропот великого торга возносился к шпилям и колоколам. Вот тут являла себя нынешняя разноплеменность Европы. Китайцы, вьетнамцы, тайландцы, арабы со своим поистине международным барахлом, столь привычным сейчас на рынках разных стран, вершили счет носкам, трусам, темным очкам, брелкам и чашкам. Отдельным рядом тянулись столы со старьем и, среди прочего, великолепная и дорогая керамика Нидерландов потертыми, иногда склеенными голубыми боками ловила мягкие солнечные блики. В съестных рядах торговали сырами, медом и сластями, круглыми пористыми бельгийскими вафлями, меж слоями которых намазывали шоколадный крем, сгущенное молоко, джем, в зависимости от того, насколько рот отваживался ухватить это многоэтажное великолепие. Мы к тому времени успели уже выпить кофе, совершить очередной круг по маленькому центру Дельфта и решили вернуться на площадь, с которой доносился разбитной и жалостный одновременно звук шарманки. Из глубокой тени кирпичного ущелья между двух высоких домов мы, как в раме, увидели в прямоугольном просвете, рассеченном вверху надвое навесным фонарем, высокий дом на Маркт, выбеленный солнцем с заплатами бордовых ставней. И фонарь, и тренога вынесенная перед рестораном, и маленький синий фольксваген, и полосатые навесы, и фургон с лошадкой, все было залито прямым ликующим светом. Лошадка была рыжей, золотисто промытой, как у старательной пятиклассницы Гриевой. На платформе колесницы, в которой она была впряжена, воздвигнут был, теперь надо как-то описать, как-то назвать это сооружение, балаган-шарманка, вот как я это назову. Итак, сама шарманка была вставлена вырезанной из дерева и ярмарочно раскрашенный театр величиной с небольшую карету. В окне кареты, за которым виднелись нисходящие по высоте трубы органчика, стояли фигуры трех кавалеров елисоветинской эпохи, в цветных панталонах, в чулках, в туфлях с пряжками и, главное, в треуголках на буклях пудренных париков. И чего только не было на барочном фронтоне данного произведения кондитерского искусства. Кондитерского, потому что оно напоминало огромный торт. Там были гроздья винограда, выпуклые листья причудливых растений, портреты обольстительных дам и даже обрамленные листьями и плодами пейзаж с оливковыми деревьями в Голубой долине. Музыку это заведение выдавало совершенно трактирную, карусельную, площадную, словом, шарманочную. Вокруг повозки толпилась восхищенная публика. Дети старались потрогать бисквитные на вид красоты райского экипажа, кто-то кормил лошадку орехами, а сверху с колокольни все лились секвенции баховских прелюдий, не смешиваясь с механической гармоникой ярмарочного передвижного балагана внизу. Я не сразу услышала сигнал мобильного телефона, а включив его, не сразу поняла, кто говорит. И только выбравшись из толпы различила голос нашей приятельницы. «Ну как вы там, в нашем Дельфте?» кричала она в третий раз. «Вот собираюсь подскочить к вам сегодня пообедать». Она жила в маленьком городке между Дельфтом и Лайденом, минутах в сорока езды от нас. Вполне европейский перегон, человеческое расстояние, как говорит один мой американский друг, так и не приспособившийся к дистанциям тамошних хайвеев. Мы встретились с ней ближе к вечеру у высокой бронзовой тумбы с памятником таинственному незнакомцу в танцевальной обуви. Ярмарочное веселье уже сворачивалось, разнималось на шесты, столы и ящики, скатывалось в брезентовые штуки, грузилось на фуры. И пока мы обедали все в том же полуподвале с таинственной и уютно плещущей водой канала за переплетами окна почти у самого локтя. Фуры уехали и площадь была убрана как гостиная после ухода шумной и нетрезвой компании. Мы немного еще погуляли втроем вдоль каналов. Нас обгоняли одинокие велосипедисты, промчалась старуха в элегантном плаще азартно крутящие педали, следом покатили четверо мушкетеров с тайкой, три мальчика и девочка лет шестнадцати. Она как раз и походила над Артаньяно. Сидели на высоких седлах, спины держали прямо, только некоторая неподвижность бедер, вернее механистичность их движений отличала велосипедистов от наездников. И как бывает неяркой холодной весной ближе к закату ощущалось особое состояние воздуха, освещение, когда мягкое солнце задерживаясь на черепице и цепляясь за верхние уголки ставин кажется по контрасту с глубокими синими тенями на земле таким нестерпимо ликующим, а отражение в водах канала потаенном и особенно проникновенным. Так кисть художника, окунувшись в воду, легко и быстро трогает вихри голых ветвей на листе, волнующиеся в воде канала отражения домов, печных труб, высоких большеголовых фонарей у мостов и главное небо. Небо, полное милосердного смысла, цветом более даже настоящее, чем эмалево плоское небо вверху и вода стекает кривыми дорожками по листу, добавляя в акварель воздух и свет. В такое время года попали мы в Дельфт, маленький старинный город Голландии, в котором некогда довольно короткое впрочем время, два-три художника пытались поймать в широкоугольные зеркала и линзы грани этого ускользающего мира, рассмотреть в камере обскуре этот трепет теней, блик на жемчужной серьге в атласной мочке юного ушка и блеск северного неба с торжественной поступью тяжелых облаков. «Вот», сказал Борис, останавливаясь на мосту антикварной лавки, увешанной медной посудой, лампами, каким-то милым барахлом, «Вот, глядите, откуда фабрициус писал Ниви Керк, здесь, на этом месте и стояла лавка музыкальных инструментов, сидел задумчивый господин в черной шляпе, именем которого названа наша комната в гостинице. «Кстати», встрепенулась наша приятельница, «мне бы надо зайти поприветствовать Марию и Самуэля, не видал их целый год». «А ты с ними хорошо знакома?» Она рассмеялась. «Лучше некуда, по судебным нуждам, я как переводчик вела несколько дел в здешнем суде, а они судились с одним клиентом из наших и, не помню уж деталей, как-то разговорились, познакомились, а потом подружились. Если заседания тянулись долго, они оставляли меня ночевать, особенно зимой и ранней весной, когда дороги скользкие а туристов не густо. Он несколько угрюм, ты не находишь? «Нет, что ты, он порядочный и милый человек, а то, что не лыбится ежесекундно, так это ж тебе не Америка, истинно голландская сдержанность». «М? Да? Вообще семья у них удивительная», продолжала она. Во время немецкой оккупации Марии с отцом прятали в подвале шестерых евреев из Дельфтской общины. Тут недалеко у них синагога была. Причем один из них был местным раввином, и старик Ван Лоу, истый христианин, протестант, каждый вечер спускался в подвал, чтобы вести с тем религиозные диспуты. Мария говорит, оба горячие, так спорили, так бились, дело чуть до драки не доходило. Просто крестовые походы какие-то. Она ужасно боялась, что кто-то услышит. «Странно, у нее такое замкнутое лицо», сказала я, «ни за что не подумаешь». Ну, она тогда девчонкой была и, между прочим, под страхом смерти воровала в комендатуре продовольственные карточки. Надо же было всех этих нахлебников как-то кормить. И эти люди остались живы? Кроме одного художника. Он был очень молод и очень болен, не помню чем, прямо там в подвале и умер. Это мне даже не Мария рассказывала, она не любит говорить на эту тему, а ее сын, да и то как-то мельком. Она привычным жестом потянула на себя входную дверь гостиницы и с порога кинулась обнимать госпожу Ван Лоу, быстро, радостно что-то приговаривая по-голландски. Та улыбалась в ответ, явно была рада встрече. Из задней комнаты на зов матери вышел хозяин. Снова улыбки, возгласы, стихии чужого языка, отрывистые рубленные звуки, хруст корабельных мачт, стук топоров, харканье усталых плотников, пересыпанной воздушным, вполне цензурным здесь выдохом хуй. Мы уселись за стол. Хозяин принес кофейник и молочник, расставил чашки и присел рядом. Некоторое время они с Лерой оживленно переговаривались. Вдруг таз похватилась, стала о нас ему рассказывать, мол, путешествующие писатели и художник из Израиля. Вот и отлично, вот и переведи ему, сказал Борис, наконец дорвавшийся до темы, чтобы освежил ту копию Вермеера. Она потемнела от времени, это просто выжимается луковый сок. Она подробно перевела. Хозяин кивал, внимательно слушал, потом что-то сказал. Он говорит, что уже беспокоился и даже показывал картину реставраторам. Дело в том, что она была написана в подвале во время войны. Сэмми, кем написано, почему в подвале? Хозяин все с тем же невозмутимым выражением на лице объяснял что-то минуты две. Наша приятельница ахала, восклицала, издавала губами пыхающие и харкающие звуки. Представляете, копия написана при свете свечей тем самым молодым художником, о котором я только что вам рассказывала. Репродукцию раздобыла для него Мария, а у того в этюднике каких-то красок не хватало. Но он все равно не мог не писать, работал до самой смерти. Это единственная о нем память. Снова она повернулась к хозяину, что-то уточняя. Скажи ему, что в Израиле есть музей памяти шести миллионов погибших и тем, кто спасал евреев во время войны, присуждают звание праведников мира. Мы можем сообщить о его матери, ее вызовут, оплатят проезд, она посадит дерево в аллее праведников. Это очень трогательная церемония. Она перевела. Скажите ей сами. Коротко ответил он, извинился, поднялся и направился к конторке. В отворившуюся дверь отеля чета пожилых туристов проталкивала чемодан на колесах размеров едва ли не с конторку. Минут через пять к нам вышла хозяйка и повторилась церемония представления писатель и художник из Израиля и так далее. Госпожа Ван Лоу поднимала брови, благосклонно кивала. Я попыталась представить ее молодой, совсем девчонкой, ворующей в комендатуре продовольственные карточки для шестерых опасных нахлебников в подвале. А ведь она не только карточки для них воровала, подумала я, она за ними и ведро выносила. Дорогая госпожа Ван Лоу, сказала я по-английски. Дальше переводила Лера, и я видела, как с каждым словом лицо старухи замыкается, словно где-то в тайниках задвигаются ящички, запираются на замок и ключ упадает на дно колодца. Нет, наконец проговорила она, я знаю, есть люди, которые обеими ногами становятся на давнее свое добро, чтобы казаться чуток повыше. Я не из таких. Та история мое личное дело, моя судьба. Я не хочу награды за судьбу. А тот парень, художник, встрял опять Боря, спроси-ка ее, он только копию Вермеера успел написать. Бывает, когда нет натуры, художник пишет автопортрет. Там было темно, в подвале-то, ответила госпожа Ван Лоу сухо, и он «А фотографии не осталось?» вдруг спросила я, имея в виду все тот же музей, собирающий по крохам наследие нашего неохватного неподъемного горя, и осеклась, и пожалела сразу, что задала этот вопрос, словно в нем таился непроизвольный, невесомый, как вздох смысл, который лишь подразумевался в этих стенах. Она покачала головой, вдруг улыбнулась едва заметно и властно, и подняла глаза туда, где за конторкой вписывал что-то в анкеты и выдавал клиентам ключи от комнат ее немолодой сын, высокий, с курчавыми седыми волосами, горбоносом нездешним профилем. Я проследила ее взгляд и обернулась к мужу, который, как это часто с нами бывает, смотрел в ту же сторону, что и я. Мы встретились глазами и тихо, одними губами он приказал мне молчи. А Лера обняла госпожу ван Лоу, чмокнула в щеку и затем прозвучали две фразы, вопрос и ответ, которые я поняла без перевода. Как же его звали, беднягу? Какая разница? отозвалась старуха отрешенно. Его звали Сэмми, Сэмюэль. Мы провожали нашу приятельницу в глубоких сумерках. Долго искали площадь, на которой она оставила свою машину, наконец нашли. Странно. Исходив вдоль и поперек крошечный дельфт и выучив его за два дня чуть не наизусть, в последний вечер мы вдруг открыли эту чудесную правильной четырехугольной формы площадь, которая словно пряталась от нас. В центре ее стоял памятник корове. На колонне раскрашенной под черно-белую коровью масть четырьмя ногами на перевернутых ведрах стояла буренка, щедро размеченная по линиям разделки туши и раскрашенная синим, желтым и красным цветом. Склонив рогатую голову набок, она вот-вот готова была пуститься отчебучивать копытами по ведрам отчаянный степ. Это была веселая корова, провозвестница нового искусства новых голландских мастеров. По периметру всей площади приютившей группки молодежи мягко светились окна баров и ресторанов. И окна вторых этажей были освещены приглушенным светом ламп, почти везде красных. «Если уж вы не поехали в Брюге и так хотите вернуться в Амстердам, говорила наша приятельница, усаживаясь в машину, давайте, по крайней мере, заглянем по дороге в Шевенинген. Там чудно, там такой вид на море. Завтра в девять, чтоб сидели внизу на своих котомках». В одном из угловых домов возможно, это был бордель, потолок в комнате на втором этаже, затянутый алым полотнищем, провисал как парус в воде. И весь дом от этого сочился изнутри алым, пунцовым светом, таинственным светом ночной мистерии изливался он на людей внизу, даря предвосхищение праздника. И вся укромная площадь в центре Дельфта, вместе с пляшущей на ведрах коровой, казалась и праздничной, и таинственной, и греховной. Утром мы простились с Дельфтом и поехали в Шхевенинген, на побережье недалеко от Гааги. Но при въезде в Гаагу на нас вдруг опять опустился вязкий туман, так что Лера с трудом вела машину и дважды останавливалась свериться по карте. А в Шхевенингене вообще не оказалось моря. Оно утонуло в плотной белесой пелене. И знаменитое здание Курхауса, величественное огромное, тоже было упаковано в туман, как гигантская посылка перед отправкой неведомому космическому адресату. Наша приятельница сокрушенно вздыхала. Не повезло. Она так хотела, чтобы мы посмотрели на Северное море. Мы пытались успокоить ее, говорили, что уж нам-то, живущим в стране трех морей, еще одного, галилейского, не больно приспичило пялиться в очередные морские дали, подумаешь. Все-таки спустились по величественной лестнице Курхауса на почти пустынный пляж, сели за столик кафе и заказали харинг, местную знаменитую селедку, нежную и сырую, как туман, и совершенно несоленую, почти сладкую, как взбитые сливки. Неожиданно Лера заговорила о судебном деле, в котором сейчас принимала участие как переводчик. Судили сына, который помог безнадежно больной и страдающей матери покинуть этот мир. Мы заговорили об эвтаназии. Сейчас в европейском обществе постоянно обсуждают этот вопрос. О добровольном уходе из жизни. Я читала, что изобретен такой аппарат для комфортного самоубийства или умерщвления безнадежно больного. Он надевается на голову, внутрь пускается какой-то газ, и человек медленно засыпает и ничего не чувствует, ровным счетом ничего. Просто меркнет свет, вот и все. Она повторила задумчиво, размешивая ложкой сахар в чае. Просто меркнет свет. И вроде скоро этот аппарат поступит в продажу в аптеке. И что? Каждому желающему его продадут? спросила я. Нет, предположил Боря, только по рецепту врача. Мы заказали еще по порции Харинга. Ну надо же, как не повезло, опять вздохнула она. Так и не увидите море, а ведь в двух шагах. Море действительно расстилалось в нескольких десятках метров от нас. Из-под тяжелой завесы тумана виден был только гребень ближайшей волны, крученым канатом бьющий о мокрый песок. Так прачки отбивают тяжелый жгут пододеяльника. А в центре этого тяжелого занавеса светился меловой круг, словно там, позади него, кто-то держал лампаду и медленно поднимал ее все выше. Вдруг из стены тумана выехали три всадника. Вернее, они плыли в тумане вдоль кромки волны. Две лошади шли голова к голове, третья опережала их на пол корпуса. Я не удержалась и совершила то, чего стараюсь никогда не делать в присутствии посторонних за беседы или в гостях. Достала блокнот, и пока наша приятельница разделывалась со второй порцией Харинга, Вороватов писала в него быстрыми закорючками «Жемчужный день», «Туман», «Три всадника из моря», «Широкая полоса песка, как у Вермеера в Дельфте», «Разговор об эвтаназии», «Девочка и молодой художник», «Как и когда успели они», «Голландская сдержанность в горбоносом лице их сына продумать», и торопливо опустила блокнот в карман куртки, как украденный коржик. Уже поднявшись по широкой лестнице к Курхаусу и напоследок обернувшись к морю, мы увидели. Плотные кулисы тумана, похожие на традиционный занавес в картинах малых голландцев, стали медленно и величественно раздвигаться. Вероятно, солнце поднялось настолько, что его лучи, направленные сверху, прожгли толщу ватной влаги, пронизали и высушили воздух. Такого я еще не видела никогда. Медленно разъезжались кулисы тумана, и на авансцену моря обрушился торжествующий свет, под которым вспыхнула гигантская морская линза, вселенская камера обскура, кладоваясь лепящего северного света. И вновь стаи летучих велосипедных голландцев бесшумно выпархивают поттеры по пятер откуда-то из твоей подмышки и сигают туда и обратно поперек трамвайных путей, как летучие мыши, стрек от велосипедных спиц, крики чай, кряканье уток, дом, острым плечом разрезающий небо в переулке. На сей раз наша приятельница сняла нам комнату в квартире, которая занимала колоритная особа, писательница и художница. Вам будет интересно. Она забавная и к тому же творческий человек. Хозяйку квартиры звали как-то диковинно. Не то Хамураппи, не то Мабуту. Происходила она с острова Ява, и весь антураж фантастически как-то специально неудобно ее квартиры навевал сны о Яве или еще о каком-нибудь экзотическом острове. Дверь в квартиру прямо с улицы открывалась в крошечную размером с большой таз прихожую и с которой высоко вверх как мачта поднималась совершенно вертикальная лестница со ступеньками настолько узкими, что ногу на них надо было ставить не боком даже, но на ребро ступни. Вся квартира была увешана масками, уставлена фигурками африканских деревянных башков, повсюду висели какие-то бусы из зубов, подозрительно смахивающих на человеческие, связки из сине-черных и седых скальпов, когда мы втащили по корабельной этой лесенке свои чемоданы наверх, Боря присел на шаткую раскладушку, на которой нам предстояло провести две последние ночи, оглядел стены, полки и сказал «Черт те что? Глянь-ка, дверь в этом сеттльменте запирается?» Она горячо хотела с нами общаться, на каком угодном языке, голландском, испанском ее родном наречии, тогда на английском, что, тоже нет? Немедленно продемонстрировала экспонаты своей выставки, которая вот-вот должна была открыться в одной из галерей, она помещала в небольшие рамки под стеклом свои сбереженные матерью детские трусики и маечки матчил их из материи, которой обивались посылки, прибывающие на Яву из Европы. На старой коричневой выбеленной ярким светом фотографии мать, красивая белая женщина испанских так по виду кровей, сидит на террасе в шезлонге. За ней пальмы, песчаная коса, жемчужная кружева лагуны. В разговорах хозяйки о детстве на острове Ява, потому что уловила я даже не слухом, а наитием, проскальзывала что-то надрывное. Она говорила по-английски быстро, горячо и гладко, не сомневаясь, что так же быстро, горячо и гладко она бы говорила на любом из предложенных языков. Что это сотворили с нами в нашем детстве, что родной наш язык обернулся драконом из сказки, охраняющим вход в пещеру разноязыких сокровищ? Потом она продемонстрировала свою книгу, изданную на голландском. Все те же воспоминания о детстве на острове Ява. Видно, что это камертон всей жизни, источник ее питающий изначальный свет. Я сказала, что тоже пишу книги, но по-русски. Она, кажется, не поверила, во всяком случае, я бы на ее месте не поверила, потому что сдуру я ляпнула правду, что у меня вышло больше сорока книг. Она простодушно сказала, смотри, как интересно, я не могу прочесть то, что пишешь ты, а ты не можешь прочесть то, что пишу я. Наконец, нам удалось укрыться в своей комнатке. Когда мой религиозный муж надел для молитвы талис и тфилин, хозяйка вновь вознамерилась пообщаться. На ее стук я приоткрыла дверь, и она увидела Бориса в странной белой накидке с черной коробочкой во лбу, с голой левой рукой, перевязанной кожаными ремешками. Я приложила палец к губам и сказала ей, мой муж. Тут я, конечно, забыла слово молиться. Мой муж разговаривает с Богом. Ее лицо вытянулось, на нем отразилась целая гамма чувств, благоговения, смятения на грани легкого ужаса и понимания. Чужой шаман приступил к камланию, мешать опасно. Думаю, на ночь и она от нас запиралась. Кажется, и она, и мы опасались, что съедим друг друга. Утром. В день нашего отъезда она постучала и вошла в комнату. В плаще, в ботинках. Надо идти, сказала торжественно. Но еще рано, пробормотала я, продолжая судорожно расчесывать волосы на затылке. Такси заказано на 9.30? Одевайтесь, повторила она настойчиво. Тон был приподнятый, как у пионер вожатый перед первомайским парадом. Слушай, она совершенно чокнутая, сказал Борис куда-то в сторону окна. Он только что намазал джем на булочку и еще не успел ни глотка отхлебнуть из чашки. Абсолютно не понимая, зачем надо выходить на улицу в 9, когда такси заказано на 9.30, мы все же подчинились. Она нахлобучила на голову вязаную шапочку швом наперед, и под грузом чемоданов мы сверзились вниз в прихожую по корабельной мачте, которую она считала лестницей. Раннее утро не в самом респектабельном районе Амстердама после бурных ночных гулянок. Мусорные неубранные мостовые, спущенные жалюзи и решетки на витринах магазинов, отчего улица и без того не слишком приглядная имела какой-то полуслепой вид. Мабуту, или как там ее звали, Харакири, целеустремленно шагала по тротуару куда-то прочь от дома. Мы поспевали следом. Я нервничала и, мило улыбаясь, пыталась выяснить на своем английском зачем и куда мы идем. Она отвечала что-то невнятное с мечтательным выражением на лице. Иногда притормаживала и поводила рукой в сторону рассветного неба. Тут еще надо учесть нашу сбори деликатность и стремление быть приятными с чужими людьми. Куда черт возьми она нас тащит? с приветливым выражением на лице спросил мой муж не сдать ли ее полиции? Сдай заинтересованно кивая в ответ на длинную ее тираду предложила я. Вдруг на середине бесконечной этой улицы она рявкнула стоп совершила резкий полукруг и повернула обратно и точно так же абсолютно ничего не понимая мы потащились назад к дверям ее квартиры где нас уже ждало такси. это прощание с Амстердамом сказала она с улыбкой глядя как запихиваем мы в багажник наши сумки я хотела чтобы вы имели удовольствие от утренней прогулки здесь по утрам так много света в самолете в креслах позади нас сидели двое молодых и по-видимому очень успешных российских бизнесменов в полете они изрядно выпили возможно поэтому беседа их вскоре приобрела характер размышлений о жизни вслух один был настроен критически другой его как-то уравновешивал призывал к согласию и мудрому смирению перед жизнью лепят мне байки о каких-то польских князьях в роду бормотал тот в чьем голосе чувствовалась горечь а я говорю гоневы это гоневы вот смотри все эти три дня здесь я наблюдал сеня я наблюдал вот этот который допустим какой-нибудь ванхандербындер он здесь живет да и все знают что он здесь веками жил что он сын и внук тех самых ванхандербындеров чистокровность сеня достоинство непрерывность ой извини рода а мы сеня мы ж свою родословную не знаем вот кто я кто другой ему терпеливо отвечал ну что ты не всасываешь эти вещи нас же там типа уничтожали народ наш конкретно уничтожали и не умолкали они до самой посадки мы же молчали всю дорогу весь путь в высоте иногда только поглядывая в иллюминатор где под высоким солнцем плавились и таяли облака бесконечная лучезарная школа света спасибо что вы слушаете меня спасибо за ваши комментарии из которых уже можно издать отдельную книгу спасибо что делитесь ставите лайки спасибо за ваши донаты за вашу поддержку на платформах бусти и патреон спасибо что вы со мной этот канал для вас и благодаря вам спасибо Субтитры создавал DimaTorzok